Всем привет! С вами снова Сергей Романов. Моя 12-недельная программа личной трансформации продолжается. И однообразные занятия в спортивном тренажерном зале немножко меня уже измотали. И для разнообразия я решил заняться еще чем-то еще. Не только для разнообразия, а также для развития функциональности своего тела, новых возможностей и также для укрепления, в основном, кистевых суставов рук. И, как вы уже догадались по заднему фону, это занятие, это скалолазание, так скажем, скалодром. Я нахожусь в Бишкеке. Это спортивный центр К2, и в нем находится этот скалодром. Высота стены здесь 13 метров, достаточно высокая. И очень профессионально расставлены все эти вот штуки. Здесь проводятся даже региональные какие-то соревнования, если не ошибаюсь. Может быть даже какие-то азиатские. И так я здесь уже второй раз нахожусь. Первое, с чего мой новый тренер посвятил начать, это проход вдоль стены. Итак, начнем. Здесь обратный наклон, поэтому очень неудобно. Мы продолжаем. Здесь попроще, конечно. Выступы очень большие. Кроме разминки вдоль стены, я еще поделал подтягивания и вот такие вот перехваты на специальном камне, который там расположен для подтягиваний. Перед восхождением наверх одевается специальное снаряжение для того, чтобы прицеплять к нему страховку. Ну, а сейчас я начну лазить уже непосредственно по стенкам вверх. Хочу представить вам моего тренера. Его зовут Ислам. Привет. Вот, не смотрите на его возраст, он очень профессиональный дает советы, много дал мне уже советов тех, которых действительно полезных, и я с удовольствием слушаю все его рекомендации. Итак, лезем наверх. Это самая простая полоса, как бы, и я на сложные пока не мечу. Ну, мне главное, в принципе, не научиться проходить сложные, а просто развивать свои новые способности и возможности. Так как я иду по второй раз по ней, наверное, я буду экстремально самоуверен сейчас и буду двигаться быстро, так что вполне вероятны какие-то фейлы в этом процессе. Так же я подумал, что спускаться я тоже буду не путем на тросе, а спускаться буду тоже аккуратненько по этим пупрышкам, или как их назвать-то? Правильно. Ну, вот, в принципе, я дотронулся, теперь пойду потихоньку на спуск. При спуске затействуются другие мышцы совсем, и тоже идет хорошее развитие. Здесь очень удобные эти штуки. За них просто идеально держаться. Даже если вы новичок, вряд ли вы сорветесь, потому что держаться очень удобно. Даже, наверное, удобнее, чем за турник, потому что, как бы, что-то не как под руку сделали, все. Ну, и вот, не касаясь пола, поползем опять вверх. Хотя я уже чувствую в руках серьезное напряжение, но это все-таки лучше, чем у меня было первый раз. Намного. Хотя и прошла целая неделя. Наверное, спускаться мне придется все-таки на веревке, потому что чувствую, что... Может, даже если я подсюда вверх, вы будете... Не так смешно, что руки отказывают. А смешно мне потому, что я просто уже не могу держаться. На самом деле смешно мне было потому, наверное, что доза эндорфинов в моей крови достигла пика на этот момент, потому что, ну, это реально очень приятное занятие. Все. Все. Руки никакие. Так, попробуем тут, да? На видео это все кажется гораздо проще. Кажется, что как бы взялся, вот, поставил, потянулся, но на самом деле все намного сложнее. Как бы эти зацепы или камни, так сказать, они являются разной формой. И за некоторые просто невозможно ухватиться, не имея для этого должного опыта. Работают буквально все мышцы тела. И ноги, и пресс, и руки. Просто универсальный вид спорта. И также сердце работает, потому что я чувствую, как даже одышка появляется. Хотя, вроде бы это и не велотренажер. Вот, смотрите. Я никогда не думал, что смогу преодолеть подобное негативное препятствие. Но все-таки у меня получилось. Попробуем спуститься. Уже поэтому, по-моему, спуск вниз тратит больше энергии, чем подъем. По крайней мере, у меня такое ощущение, что он прям выматывает напрочь. Не знаю, сколько по времени это занимает. Но мне кажется, я тут уже полчаса карабкаюсь. Все. Вот таким способом осуществляет эти занятия. Это не только полезно, укрепляет, но это очень классное веселье, я вам скажу честно. Испытываешь такие чувства, когда лезешь, и ощущение высоты. А когда первый раз еще немножко боишься про страховку, тоже ощущение страха падения, то, ну, просто здорово. Получаешь такой огромный заряд адреналина. Если у вас будет возможность, сходите хотя бы пару раз на скалодром и сами попробуйте, что это такое. Если вы живете в Бишкеке, то приходите в К2. Занятие здесь стоит разовое, всего 300 сом. Но для этого нужно еще иметь с собой сменную обувь. Если нет смены обуви, надо взять еще сумму в 50-100. И полтора часа, час вы можете тут провести. За это время тут можно просто убиться, так скажем. Ну вот и все. На сегодня подписывайтесь на мой канал. Следите. Уже прошло 6 месяцев. В конце этой недели я, скорее всего, уже буду делать сравнительное фото. Чтобы не пропустить, подпишитесь. До новых встреч.